так ну что же что же начинаем трансляцию давайте картиночку еще поставлю нормальную у нас настроение было стримерская приветствую вас всех на субботний выпуск прожектора небольшое тут опоздание было вот поэтому извиняюсь можно конечно отмазку придумать и из-за холода да тут странные аномальные погодные явления намечаются наверное у вас они уже тоже были вот моем регионе сначала было плюс 3 на следующий день минус 20 и настоящий минус 30 и на следующий день час от минус 27 всего лишь то есть такая погодка максимально странно именно из-за резкости переходов туда-сюда и это опять же все замерзает сначала тает потом замерзает потом снова тает и получается какая-то дичь то есть вместо такой нормальной сибирской северной зимы такой пушистый да когда сугробы снежок там ходишь нормально ну то есть холодно но утеплился и ходишь а вот какая-то дичь когда перепады температуры очень резкие значит тело привыкает к одной температуре потом нужно привыкать к другой плюс все это замерзает и это скользко максимально неудобно ходить вместо сугробов ледяные вот эти вот корки везде и опять же ледяной ветер это тоже уже традиция к этому за последние годы постоянно ветер усиливается все это конечно делает климат какой-то максимально противный противном а у вас как там слушай профи хотел спросить волосом как это как-то погода меняется то есть она вот затирает жена про изменение погоды но в принципе можно же фиксировать изменение погоды какое-то в любом случае хотя опять же я вот слышал про как официально даже в россии официально вот эту бумагу который подписал путин там звучит так что в условиях естественно меняющихся условиях природы вот так вот они продвигают климатическую повестку то есть они они понимают что погодные условия меняется естественно вот то есть то есть принципе все согласны и и и альтернативчики официалы что погода меняется вот у вас как-то меняется она там барнаульской этой области или как-то ощущается что она поменялась или нет марнаульского перри свою на редко резкие перепады больше ветра и резкие перепады температуры туда-сюда резко пилюса же резко континентальный климат и откуда за один день на 40 градусов 0 до 40 упал тогда но обычно все таки там где-то минус там 10 до минус 20 потом минус 30 потом минус 10 вот вот что-то вот такое зимой а тут как бы вот несколько лет происходит такое плюс 3 минус 20 плюс 4 минус 20 я кстати провелся недавно по архивам там смотрел короче в общем то мы просто привыкли что последние лет десять это может 15 даже было как-то вот во первых теплее во вторых стабильно вот я посмотрел там что в 70-х творилось там там штаты закопала просто с домами там с телефонной столбы скрыла там в москве снега было столько что капец это можно увидеть стать и фильме это в новогодний как он бухари который москву то уехал я в питер как называется с легким паром с легким паром да там смотришь как будто это нависит какой-то не москва не тогда 70 так это был норма и вот и морозы стояли там и немцы там до питером там минус 30 хапанули как бы то есть это периодически происходит я думаю то что нагнетать короче это только из-за политесы да серёга я помню как мне дедушка рассказывал как у них там сугробы стояли по два-три метра грит и дубак такой тоже типа что сейчас зимы совсем не зимы да и в германии вон смотрите сейчас как за занесло блин там у них ледяной апокалипсис но мне еще что вот больше все нравится что вот сейчас одна из последних новостей что в пустыне сахара начал сочиться вода там нескольких местах прям вода и бьет из земли и удачи у меня есть такое подозрение что это либо хозяева начали ну погоду менять реформировать либо что-то происходит либо восстанавливается вот как альтернатически говорят природа восстанавливается к тому периоду который был дон ядерной войны в прошлом вот у них такая каком-то буквально несколько лет назад там до самой суровой это пустыня атакама зацвела все это чё означает зерна этих цветочков то там лежат живые откуда они там взяться в таких количествах чуть-чуть водички покапало там правда осадков не было ну и она такая одна из самых суровых если не самую суровую не считая антаркида вот а тут дождик отдела спалил и фух все зацвело общем так что я буду тут не паниковал раньше времени ну я как обычно начинают топить за ученых и власть они лишь говорю что они даже официально признают что погода при ну природа меняется естественным образом то есть вот эти все изменения они естественные то есть то что у них добавляет к этим естественно изменениям еще и повесточку это уже другой вопрос но часто звучит знаешь очень странно что вроде бы естественно меняется но при этом климатическая повестка все равно нужно и потому что деятельность человека никто не отменял а нахера тогда вообще акцентироваться на деятельности человека если они официально признают что она естественно меняется вот этот прикол меня поражает это в официальных документах прямо прописано ну но при этом повесточка все равно есть при как в западных странах так и в идеально устроена древние там египетские жрецы да там вела няне там ну они в курсе что какой-то будет там затмение всегда обязательно куда полет из под это подгоняли это же изменение климата шрёдингера когда значит нужно им нести ответственность за какую-то деятельность людей или тем более их деятельность то значит это все изменения природные естественные вообще вот сезонные какие-то да космические там а если вопрос про давление им нужно кому-то там выкрутить что нибудь то они сразу начинают это это антропогенные факторы давайте вот тут это вот тут вот это такие законы а вот здесь вот это все ну то есть как бы с точки зрения управления продвижения своих интересов это все как бы грамотно да вот но с точки зрения какой-то объективный опознавать на деятельности это конечно лицемерия счетом и в тему лицемерия обрушили сильные снегопады каких-то не видели несколько десятков лет и есть видео которое выдают значит самолет примерз к взлетной полосе у него передок поднят переднее колесо очень высоко а задом он типа примерз и выдавали этот новость как да да что это самолет должен был вести немецкую делегацию на климатический саммит в дубае о глобальном потеплении но именно этот самолет не вез но как раз в этот момент оттуда тоже самолеты как раз дуба и вылетали причем там 70 самолетов минимум это сколько они загрязнения сделают своими перелетами а знаешь я вот недавно читал как герк говори но говорилось о разоблачении мифов и оказывается официально вполне даже официально миф о выбросить co2 как ну за то что за него виноваты человечество оказывается вот эту телегу начал раскручивать свое время вот это содружество нефтяных каких-то там конгломератов концерты да 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 вот они начали уже официально даже это признается даже есть есть момент когда они зафиксировали как они начали раскручивать вот эту телегу тире повесточку но при этом потом все хором подхватили вот вот эту идею и теперь они двигают плавно к тому что у нас будет вот этот индекс co2 что нам по будет позволено покупать за цифровые деньги ровно столько сколько у нас будет баллов этих углеродных кошельке и превышать этот лимит мы не сможем и при этом этот лимит мы еще будем продавать говорят даже что интересно вот ближайшем будущем уже как будет что бедные будут продавать свой лимит co2 богатым ты например хочешь денег а у тебя мало естественно ты там ничего не может толком купить а вот ты берешь свой лимит продаешь кому-то другому он тебе за это чуть денег но ты на них купишь там какой-то простой еды например мясо ты не купишь потому что мясо оно подразумевает co2 ты купишь каких-то там насекомых врубаешься а жрать мясо будут богатые виталь чуть-чуть напомню еще для тех кто не в курсе да что две организации была greenpeace и эти первые феминистки вот называются женщины оон две организации в 70-х были созданы на деньги фонда рокфеллера вот скажи мне зачем чуваку который он наживает бабки да на нефти самому себе чего в ногу стреляет вот greenpeace ему зачем да вот зачем greenpeace начал там атаку на вот этот углерод мне кажется тут как бы понятно что чуваки заранее все соломку стелят и вот этот индекс и соответственно налог просто изъятие прибыли ну то есть да ты можешь продать нефту прибыль все равно мы заберем через налог это будет через пошлину через торговые акции с неважно прибыль будет наши тогда ты будешь ну на еду себе зарабатывать мы будем богатеть все логично илья спасибо спасибо за донат приятно сергей все правильно говорит и кстати вот он начал там когда про значит официальную позицию скоро по ходу у нас только я официальный останется в интернете недавно рассказали про новый какой-то закон во всяком случае в рф он был принят в августе вроде бы или в общем где-то в этом районе а вступил силу он недавно в октябре и там в этом законе какая-то такая тема нужно еще поразбирать потому что детали там очень сложно все нагромождено но суть такая что хотят обязать значит всех блогеров нести ответственность за даже не блогеров там еще формулировка другая более странная значит на рейтинговых ресурсах какие-то участники короче организатор несет ответственность за все ну то есть грубо говоря если на youtube на youtube кто-то вещает к нему приходят несколько стей гость что-то говорит они находят это или как бы противозаконным или сомнительным каким-то там покойник своей там какой угодно статье то все ответственность значит несет значит этот автор и и вот он хлопают на 4 стака сразу и судя по всему нужно еще разобраться в деталях конечно потому что нет недавно это сообщили тут такая тема она не особо популяризируется сейчас потому что они только видимо выкатили это и будут какую-то ну как бы у них нет правоприменительной практики еще они и так понимаю еще не определились там до конца как они будут народ гонять но суть в том что движется в эту сторону прав они уже знают что запиливают они запиливают уже сейчас так называемых интернет полицейских уже в европе разрабатывается законопроект и будут под нее под подгонять какие-то какую-то инфраструктуру то есть интернет полицейский вот будущая профессия в ближайшем будущем это те кто будут следить как раз чтобы никто ничего не говорил против официальщины и повесточки конечно повесточка будет у тебя прописана на серверах факт-чекинга которые принадлежат кому надо все что там противоречит факт-чекинговым до этим статьям на это сразу экстремизм очень удобно молодцы пацаны и более того там раньше же это эта тема не новая уже предлагали законопроект но я так понял его не провели но вот честно думаю доработали может проведут что там от трех тысяч подписчиков и сколько-то просмотров если есть у блогера то все он считается блогером логично предположить что такая как бы новая фишка она только взлетелась не только столкнулись уже понятно сколько геморроя она приносит да там соответственно и властями там и обществу просто такая бюрократическая машина очень медленно это пока что-то родит там пока развернется но то что она будет разворачиваться в сторону это несомненно ну посмотри один какой-то там дурачок навален да можно качнуть такие ворды до народу там за всего каких-то там не знаю пару лимонов баксов ну как это не использовать конечно использую сейчас я хочу на извине хотел добавить быстро про фактчекеров после отойду на пять минут меня зовут вот про фактчекинг сайты ты классно заметил я вот недавно когда исследовал вопрос про шваба как он был что он говорил про чипы именно вот этот вопрос я с удивлением обнаружил что на факт в сайтах фактчекерах говорят что это все миф что шваб нигде в своих книгах а вот не писал о том что всем нужно чипировать но при этом при всем при этом при всем он открыто в 2016 году например есть прям видос на телевидении французском там дает интервью и он открыто говорит что ближайшие 10 лет мы всех чипируем мы идем туда сто процентов объясняет как какие-то будут чипы что вначале под кожу потом в голову то есть он открыто это все говорит а сайты фактчекеры нет это мир и вот какое какое представление у обывателя вот возникнет когда он будет искать шваб и чипирует он увидит что это все миф это все брехня а на самом деле они умалчивают что вот шваб он может книги то и открыто не писал что каждому чип в голову воткнут но при этом в интервью он говорит с каждого утюга а здесь помнишь феномен вот этот орвел описывал да что чувак там этот работал в министерстве правды и там типа норма ежедневного шоколада 30 грамм ее там сократили до 25 и его задача была все статьи предыдущие переделать что было 20 и это не не понизили на 5 грамм а повысили на 5 грамм он домой возвращается там сосед гатура типа наконец-то заживем в 25 грамм 5 грамм добавили вот это не помнишь что вчера 30 было ты дурак что ли во всех же газетах написано и это же сейчас уже видно то есть вот это сейчас видно народ же переобувается на лету буквально на поездку поменялось все такие мнения поменяли полярно причем ты же вчера вместе со всеми орал да как забыл что ли что происходит продукт какой-то но это уже прямо сейчас происходит давайте про повеску про сериал некий который вышел слова поца а давайте я вот там слышал много новостей по этой теме то есть мелькало это все на экранах ну я это не смотрел но когда проходишь что мимо теле как у кого-нибудь кто смотрит там хоба реклама или раз там с кем-то разгаришь а слушать такой крутой сериал подкатили вообще прям и если люди которые в восторге от него я с такими пообщался но меня как бы уже сама я не смотрел сама реклама несколько удивляет и немного отталкивает ну то есть я не испытываю ностальгии особо под тем временам скорее у меня такое ощущение что только вот они отошли да теперь снова про это смотреть это как-то не знаю это как это это перепросмотр какой-то травматической ситуации да то есть что там хорошего было там конечно было что-то хорошее в те времена но для меня лично там это хорошее связано с какими-то моими личными историями а не с внешним бэкграундом который был максимально трешовой какой-то да и а значит что меня удивляет то что его рекламируют даже там где по идее не должны то есть откровенно говоря фильм такой бандитский да он насколько я понял поправьте может кто-то смотрел он там еще о чем-то но вроде бы это вот про вот такие разборки про вот этих вот про группировки про на 4 кита ну-ка про гопников в общем про бандитов тех времен и судя по всему это популяризация какая идет правильно да и соответственно уже считать можно там на что кто-то решил такой на что в обществе падает тестостерон да давайте-ка мы качнем вот ну ауе как-то же зашло ну и там хайп какой-то определенный был там дон корлеона заходит людям заходит хотя чего там хорошего в этой мафии да ну то есть понятно что никогда бандит не выглядел как дон корлеона да слишком романтизировала фигура вот то есть я тоже посмотрел пацаны то вроде сняли сериал типа просто так но вот то что выстрелил это уже как бы такой отдельный феномен я вряд ли думаю что это какой-то план был вот тоже тоже можно понять почему он выстрел отчасти тут и свой идет непонятно жизнь меняется люди на стрессе все нервируют агрессируют это в грузии уехал кто-то здесь значит красные флаги там достал там из сундука бабушкин убежал там к памятнику дзержинского ну то есть что-то происходит энергии много никто не знает на ее девать тут такой изящный выход я на самом деле ничего плохого в этом не вижу какая разница какие-то фильмы не показывает если они не отражают реальность они никакого воздействия не окажут примерно как агрессии да но я что-то ни разу не видел чтобы компьютерный задрот бегал там с оружием по улицам зато знаю кучу народу которые сядут в тюрьме вот выросшие в неблагополучных семьях которые вообще никогда не видели компьютер но и как здесь свести данную конкурсную игру и агрессию тут наверно разные вопросы ладно давайте по порядку вот меня что удивляет я допустим видел даже обсуждение этого фильма в пабликах про театр да типа чё смотрели да пацаны смотрели культурный паблик вроде бы позиционирует себя про всякие там разные андеграундные штучки театральные то есть ну это как бы максимум эстетики культуру утонченности и тут как бы в такой сериал это вообще прямо прямо противоположная целевая аудитория и сорвались да и я вот тут общался тоже с людьми разными у меня в целом пазлы складываются в тему того что все эти фильмы вот не только эти вообще все и дон корлеон этот и наверное девяносто пять может девять процентов всех фильмов снимается как раз как заказ как продвижение каких-то концептов в том числе не только там продакт-плейсмент часов там сигареты еще чего-нибудь а вообще в целом вот вся тема это тоже продакт-плейсмент такой который просто с более высоких уровней заказывается и видимо вот ну у меня выводы не очень приятные то есть мое мнение его сейчас выскажу она вот сложилась как мне кажется из сложения разных кусков пазлов но это мой взгляд то есть я это так увидел что в 90 этот бандитский разгул он был инициирован сверху он не был самостоятельным процессом это просто было способ изъять у населения деньги таким образом до посредованно через бандитов а потом бандитов нагнули уже официальные силовые структуры и собственно когда такие фильмы снимают они как бы рекрутируют вот те категории населения которые нужны то есть например я вот слышал да когда во все тяжкие сняли сериал такой был то там же про химика который стал значит химиком наркобароном и после него вроде как тоже появились фанаты до который процесс пошли но тут сложно сказать реально это так или нет статистики то нет по штатам там по другим странам усилилась ли у них это направление незаконное но а очевидно что скорее всего это будет усиливаться то есть если мы снимаем фильм про бандитов романтизируем их поведение легализуемых как бы да то есть когда вот у нас есть допустим какой-то чел где он берет социальный опыт он и он его берет из социального окружения своего родители родственники друзья приятелей работа плюс сейчас интернет телевидение и соответственно он когда смотрит фильм он получает канал такой который ему описывает какую-то реальность и если ему вот так вот и преподнесли а у него базы к это было скорее всего если базы там нет у него какие-то внутренних устремлений в эту сторону то его это не зацепит но если есть он получит вот это вот такой социальный экспириенс да что во первых это вот это как бы правильно ну то есть может быть там где-то что-то нарушает но в целом типа правильно и вообще как бы это нормально то есть он не он получит какие-то вот эти социальные роли до модели как взаимодействовать с обществом вот что вообще делать и как вообще такой статус получить как 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 кому что говорить вот вот этот микро детальки которые у него наверное не было и они бы ниоткуда не взялись если бы ему такое кинцо не показали и в общем как бы ну в целом у меня впечатление такое сложилось что вот они тогда это запускали как единый процесс который нужен был а сейчас это опять таки то же самое оправдание бандитизма и как бы ну видимо тоже буст какой-то в сторону агрессии и в сторону ну как бы все к третьей мировой тоже опять вот в эту сторону движения вот что вот население максимально запустить на негатив агрессию незаконные действия и полным ходом потому этих персонажей утилизировать что бандитизм минуту эту фразу бандитизм появляется в эпоху без власти вот что важно а потом а потом хотят власть переход власти власть сама сама провоцирует смотри это было в штатах полном перед этой великой депрессии были такие шальные годы и надо было переходить на такой шальной банковский капитализм до создавать фрс там начать и вот раз там как бы вот это якобы без власти на самом деле ну какой без власти у тебя ядерные ракеты самолеты армия ну ты чё там с хулиганами справишься но и как будто искусственно создавали в ссср тоже самое было 85 87 год первым делом чё сделали то же самое что в штатах сухой закон тут же появилась масса бутлегеров на этом начали подниматься когда грубо говоря власть там то есть это вымыло наверх там кучу вот чуваков новой формации плюс короче текущие власти получили поддержку виде вот этих бандитов капитализмом не может существовать без без донов корлеона да единственно что их надо контролировать как и у массы и в штатах процессы были очень похожи раз с разницей там ну в 70 лет вот я об этом давно говорил а тот нюанс про который ты говоришь обрати внимание что все короче романтизирующие бандитов фильмы штатах были сняты после довольно длинного периода разгрома уже мафии как таковой у нас они тоже считают когда уже мафия как таковая закончилась стрельба на улицах только тогда появились фильмы вот то что они там справляют агрессию да наверное там романтизирует абсолютно то что они нужны там для найма волонтеров но сомневаюсь они все сильно позже вышли главное кто вот в россии ликвидировал эти банду нет это интересно ли они сами друг друга а потом уже кгб и так далее мне там все это мониторе ну сначала силовики вот то есть надо было сначала создать некий слой вот такой вот да ну выбить красных генералов там этих коммунистов таких вот и делал идейных на вот а потом взять их под контроль но сегодня мы как бы все прекрасно знаем что там наркотой занимается гос наркоконтроль да проституции занимаются менты да ну то есть просто потом забрали у пацанов как бы теперь они бандиты слушай недавно читал новость по россии там где ликвидировали какую-то банду которая еще работала внимание с девяносто шестого года и там был даже какой-то один такой силовик какой-то высокопоставленный в общем оттуда еще тянулась то есть не все еще ликвидировано а вот белоруссия вот свое время читал интересную статью про белоруссию как лукашенко в свое время типа победил все эти банды они у него исчезли буквально там за пару лет он там начал очень жестко прессовать и все забрал на себя а еще вот хотел добавить по поводу того что прав говорил про 80 90 80 85 процентов фильмов которые снимают по заказу сверху мне кажется что эта цифра вообще приближается к ста процентам даже если взять вот тот фильм знаменитый дип сериал который про рептилоидов которые внезапно закрыли прямо на пике популярности чего вообще не может быть такого по законам капитализма потому что он перезапускает даже и гавна сериалы которые там имеют посредственные рейтинге но с которых еще можно вытянуть денег и перезапускает миллион раз а тут сериал который имел высоченный рейтинг люди его любили ожидали следующий сезон его просто зарубили даже без концовки там толком но о чем это говорит а говорит это о том для меня что этот сериал изначально они как бы запустили для того чтобы ввести вот эту идею захвата мира в поле фантастики поле вымышленных фантазий кинорежиссеров чтобы все крутили пальчиком у когда другие будут говорить что мир захвачен и что все эти упыри у власти как будто вообще не люди вот для этого запустили а потом когда увидели что слишком высокорейтинговый фильм они поняли что мы уже из как бы прививания народа переходим в состояние пропаганды когда наоборот как будто раскрываем люди правду и поэтому они резко его прекратили на самом деле таких сериалов вот как когда они резко прекращают и не позволяет им запускаться много и с высоким рейтингом более того есть еще такой режиссер нил бланкант или как его зовут который захотел захотел снять тоже про рептилоидов про захват человечества вот какой-то раз и он даже короткометражки выпускал и все и в итоге как-то его заглушили вам больше ничего не сделал он там за нами вас он даже говорил открыто что я считаю что человечество захвачено он давал такие прямые намеки в своих интервью и тут внезапно он ничего не так и не снял сразу у меня вопрос а чё так за прикрыли чувачка по угрожали ему что ли ли что не он будет снимать какие-то другие фильмы там уже есть ним проекты но которые не явно не касаются и боевиков там чуть ли не комедии какие-то снимать ну да который снял район номер девять до в том числе да давайте заценим что нил бланкам значит что он тут наснимал кроме 9 вот и лизом я помню да тоже классный фильм так у него 23 что там гран-туризма что-то он что-то он снимает там еще вроде бы ну да особо его не видно смотрите вот мне кажется все таки вот тут говорить о том что у них нет прироста рекрутов до когда они снимают какой-то фильм по моему как раз таки он и есть ты сняли про солдат там фильм вот этот какой-то назывался от меня пом солдаты назывался да и конечно еще ну да вот снимали на такие фильмы естественно кто кого не получили они получили солдат вот тех кто захотел идти в эти училища а когда снимают крестного отца неужели после его просмотра не увеличиваются желающие так сказать втянуться в организованную преступность по моему они появляются другое дело что ну человек если он в принципе там хотел в интеллигенцию идти у него в эту сторону побуждения он вряд ли станет бандитом после этого фильма но в целом как бы вот если он уже так туда в эту сторону когда немного двигается то его движение очевидно усилиться и вообще раз они снимают значит это это же может быть игра и в долгую вот они сегодня сняли а через десять лет у них рекрутируются гопнички там я говорил четко про бандитов потому что когда снимают непонятно наш за год там типа до вторжения врага снимает фильмы плохих и ракциях которых надо разбомбить тут понятно все с бандитами просто пошла какая-то волна вот романтизации просто понимаешь когда у тебя по улице бегают какие-то эти гамадрилы и просто палят вот там у меня сосед рассказал год захожу там но на глазах там у подъезда убили какого-то там бизнесмена это не будешь смотреть фильм о том какие хорошие бандиты ты их только что на улице видел ничего хорошего в этом нет вот романтизация уже возможно когда следующий поколение что-то про это не знает там да это можно впарить что бандиты такие благородные чуваки как дон корлеоны таки я вырос в этих краях да в коме там у меня вокруг одни зоны были я могу сказать что это за кубло своих сдадут просто в лед и маму продадут и чего хочешь там вот конечно там да есть есть реальные перцы там вот там честь и понятие все мы их прям блин единицы вот так что вот эта ароматизация она хорошо продается люди же очень любят образы там этого как маша я дубровский до этого английского блять как он лучник то этот робин гуд робин гуда очень любит наш когда вот но как этот смех то робин гуд грабил богатых да и давал деньги бедным просто потому что у бедных не было денег их было бессмысленно грабить логично так ладно значит сообщение туда дмитрия пришел дмитрий 2 сериал этот очередной психовирус в быдло не смотрел я вот тоже не смотрел поэтому не знаю может сериал в принципе там какой-то в чем-то и хорош но вот уже вот по рекламке как-то отторжение вызывает благодарю за донейшн 200 рублей с покрытием комиссии и кстати я тоже с комиссии все платил так что это получается дополнительный донат для то есть без без штрафов и минусов которые сам сервис вычитает и также сообщение от да 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 он пишет профессор здравствуйте начал пересматривать ролики шестилетней давности как же много вкусных мыслей сегодня про бороду смотрел отращивайте сейчас ее можете новые идеи по поводу нее может новые идеи по поводу нее появились благодарю за отзыв приятно да я ролики качественно делал поэтому они так сказать в чем-то не устаревает к сожалению сам формат уже подустарел или может я от него устал значит относительно волос бороды сейчас нам не сформулирую но так-то моя позиция не изменилась как бы новых научных прорывов за это время не слышал кроме то той информации которая говорит о взаимосвязи гормонов да и волос например вот эстрадиол женский гормон или гормон артистичности такой да мужчин тоже есть он вот благодаря длинные волосам лучше сохраняется значит если их стригать длинные волосы то он будет тратиться тело будет снова вырабатывать то есть этот ресурс будет как бы уходить борода конкретно это тестостерон да то есть там определенный вид тестостерона тратится на ну так сказать тратится на строительство этой бороды поэтому когда мы и бреем то соответственно мы его теряем то есть по идее если совсем оборотится по полной программе то вот будет по этой линии к этой экономии тестостерона то есть его вроде как больше должен стать но не всего тестостерона там конкретного подвида его это в целом если да но опять же смотрите сами насколько вам нужен микроменеджмент сколько вы профита получите от длинных волос или длины бороды возможно вам выгоднее будет ходить с короткой или вообще бритом любой хипстер в барбершопе это бегом мужчина получается не совсем тут нужно разграничивать да и вы все смешите в одну кучу я бы хотел добавить пропад одну минуточку и с практичной ской стороны вот когда я до того как я заболел в sd была у меня такая болячка она до сих пор ну почти прошла но но все же тогда у меня была вообще какой-то контуженная вот эта тревожность и вегетосудистая дистанция и у я ходил всегда с короткими волосами в жизни отращивал а потом вот как я словил вот это все нервные приколы и вообще меня меня жестко появилась необходимость прям я почувствовал отрастить волосы и я их реально отрастила спустя три года мне легче но и конечно не ставлю что-то волосы меня подлечили но сам факт что мне вот прям захотелось очень сильно отрастить волосы и и я с ними так до сих пор хожу с длинными волосами то есть это тоже о чем-то говорит как по мне и опять же мы хоть исследований новых нет а тут они и не нужны вон все же прекрасно понимают что в волосы не просто так вот если бы человеку не нужно было бы этих волос их бы не было вот у нас нет волос например длинных на ногах потому что мы не нужны а вот на голове не растут почему бы и не и не оставлять то что задумано природой как есть таки можно с точки зрения науки отвечу чуть-чуть если в организме много тестостерона то как-то волосы не отращивание у тебя на голове сумму выпадут это побочка тестостерона в эстрагиола побочка дает такие как у целлюлит короче накопление жира в определенных точках мужиков по тестостерону другое поэтому ты как не отращивай у тебя но крайне редко бывает такое что и на волосы на голове хорошо растут да и борода хорошо растет так тестостерон влияет много но облысение вот она чаще всего залысила на этом нам окошке высину там это тестостерон поэтому как-то не отращивание чего выпадут нож конечно гормонально же а также вот и проводить тогда у тебя волосы останутся и вырастут на пак сиськи шоу серега а как же вот исследование что последнее время тестостерона мужчина намного снизился особенно за последние 20-30 лет и это связывает с применением вот этих пластиковых бутылок что она влияет на снижается существенным тестостерон так вот а а при этом ты говоришь что она как бы мешает получается все бы волосатыми ходили но у нас если как будто не меньше если не больше становится ну во первых тестостерон это закручивание спирали до имбриона по определенному типу это раз во вторых это культура и воспитание можешь посмотреть да сколько там лысых грубо говоря ходит в россии сколько лысых борода-то ходят там допустим чечне и вот сразу заметная разница это неприятный факт но он такой он факт так значит я что хотел уточнить то что как бы человек может другие профиты получать другого уровня если он допустим депутат да и он побрился так папа по свежим модным тенденциям слова пацаны то он как бы получает зарплату с большими нулями в принципе тестостерон свой так будет на высоком уровне держать вот я про что там это не прямая связь есть очень тестостероновые чуваки с шевелевой но это давно как бы давно уже открытая штука что тестостерон в том числе влияет на так называемое засыпание фолликул на голове именно они не выпали волосы они фолликул спят типа они на месте остались просто из них волосы не растут вот у женщин тоже есть пожалуйста и облысение волосатая грудь ну то есть если у нее там тестостерона не следовое количество ну а довольно много то она хопанет и эти тоже по бочке и прямое доказательство кстати если вы подписаны на инста тренер всяких то когда у них во-первых язык ну становится более грубым даже не язык но как-то они короче по-другому мышцы горло начинают работать и грубеть начинают и шепеляют начинают как-то то есть ты смотришь там можешь в инстаграме отмотать на пару лет назад посмотреть как говорила девушка а потом когда начало ставится этим тестостероном то посмотреть как она по новой говорит и шепеляют и голос грубый и поэтому у них тоже проблемы с волосами начинается выпадать начинают волосы поэтому они часто начинают кассе дайте косынки носить всякое такое есть же даже но как бы эволюционное этому объяснение да что для женщин гибкость куда важнее и надо в течение родов а женщина помню до последнего не знаю еще 150 лет назад как жили до все она была постоянно беременная потому что никаких там контрацептивов не было было принято только рожать вот и для женщинам было важнее сохранить плод и как бы и его родить большая голова у нас в отличие от других животных дело там как лошадь да на бегу родила и же ребенок тут же с ней бежит у человека очень большая голова мозг в отличие от тела ну очень плохо растет вот там развиваются связи а мозг уже готовы рождается и поэтому выражать на сразу большим для этого нужно широкий таз который мешает потом плохо бегать и очень гибкие хрящи вот один из главных женских вот ну гормон беременности на пролактин он его первичная функция это размягчать хрящевые соединения вот женщина может буквально растянуть таз во время родов и также потом зарасти а у мужчины наоборот должна быть ну как можно большая прочность и ему гораздо важнее там защитить внутренние органы поэтому пузо вперед растет у женщины задницы чтобы там еще падать мягко было да мужчины пузо вперед чтобы если там пропороли то вот то есть это вполне это пожалуйста дубынин они об этом целые лекции читают все можно у них послушать слушай серёга у меня серёга у меня и волосы нормально растут и борода нормально прямо отлично растет но при этом голос не грубый что у меня в балансе все с тестостероном или как грубый голос он не является фактором вот просто теноров сильно меньше поэтому вот опера да она вся строилась на тенорах потому что довольно редкий голос обычный мужской голос среднестатистический это баритон а вот теноров и басов их мало вот внутри такой уникальный чувак у тебя какой-то баланс и то есть и это и голос полностью мужской просто тенор очень мало мужских голосов которые ну очень тонкие такие ну типа как женские да они есть вот допустим там по-моему чешский певец есть за за русский за русский вот он поет прям женская женским этим такого не альта нормальный сопрано то есть он прям сопрано вот но это называется типа контр-тенор потому что он все-таки мужик но вот если не не видишь картинку фиг отличишь от женщин таких очень мало вот это довольно много просто в те так сложилось и это как были неплохо не хорошо вполне в мужских рамках вот тут был вопрос да ради хоров раньше мальчиков кастрировали практически раньше да для этого и кастрировали чтобы тестостерон не загрубил связки то что мужские связки они от природы сильнее вот гибче и это смотрел этот фильм кастрат то там за него партию голоса писали два человека мужик или и тетка них похожие тембры и они вот ну потому что один человек сегодня не сможет вытянуть то что вытягивали вдвоем делили диапазон а кастраты технически могут то что связки сильные сами сильно они не загрубили остались вот такими детскими высокими да это жесть конечно ладно это физиологическая часть вопроса гормонального также кроме него и очевидно есть практически вот очень виталий говорил то есть вы сами можете смотреть какие у вас ощущения с мистического ракурса еще наверно тоже было бы интересно какую-то статистику собрать по по знакам даст диака я так предполагаю что у водных у тех у кого много водных планет они будут более как-то но это моя гипотеза да что они будут более чувствительные что-то у них там дополнительно может опниться далее тут вегас что-то пишет пришел опять до поворчать значит про взрыв эфир скрыл стесняться увлечениями не надо для продвижения канала тоже минусовой шаг и почему-то стрим планировался изначально как бонус 100 для boost и вот я не чувствую внутренней потребности вот такие вещи мистические обсуждать публичным прям совсем то есть они так публично но не на более все таки узкую аудиторию вот поэтому это как бы продуманное действием дальше что я тут также видела что там подписчика 2 прибавилось там 2 убавилось 2 прибавилось скорее всего столько же осталось на бусте поэтому благодарю новых подписчиков благодарю тех кто там был раньше да и спокойно причине отписались на окей но за поддержку всем спасибо и я обязательно там ваши сообщения прочитаю отвечу попозже просто пока еще не успел что там по новостям было что интересно кроме жести всякого тела россии с человек года по версии time и тут важно что ей 13 декабря кстати он стрелец какая будет 33 года и как раз ей выдали вот как бы градус скорее всего и и напоминаю раскручивались 15 лет как талант но только недавно бритни спирс полила что ее раскручивали поставили рядом значит сделали общие фотки когда она еще маленькая была когда я была 15 лет телор свит и вот она такая сякая выступаю значит там где-то переходах молодой талант но получается и раскручивая то есть это продюсерский проект ну непонятно что я раскручивают кому-то ну кому-то наверное не было понятно потому что как раз подавали как девочку с улицы которые вот талант пробилась сама и так далее потом записал не моя аналогия с улана маска это певица какая-то да это певица ртом такая симпатичная ну держится очень красиво в кадре она получается она щипеть не умеет я не 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 вы забыли главное послужили главное про что ты лир свифт она же продвигает своих песнях тоже что в майли сайрус и мадонна они все протягают вот эти около конспирологические темы хотя мы их называют такими но на самом деле они их реально продвигают они у них всякие масонские символика у нее у них текстах там вся повестка по пунктам и за и много всяких послал посланий для своих как вы понимаете то есть это все это вообще цеховой персонаж стопроцентный сто процентов конечно я просто ну я с вокалом не то что прям хорошо знаю да ну на счет понимаю как бы я допустим видел лжевые концерты там леди гаги и вот она певица значит и по херу там есть у нее монитора там нет мониторов слышит она себя не слышит она четко поет это хорошо видно по песне я там из фильма где она там типа фильм супер звезда что ли вот она там с актером каким-то поет он тоже неплохо поет но он не артист и и вот чуть-чуть там не так колонки поставили все блять он не в одну ноту не попал она тянет как будто значит на студии вот агилера такая же тетка да даже сама это бритни спирс такая же она тоже умеет петь дура просто ну шизоин а стейлер свифт я смотрел у него концерт живой с эдом шираном вот эд ширан насколько не певец но он просто свои песни четко поет чужие не умеет петь свои прям офигенно она стояла она не тоже в ноту не попадает она и в ритм не попадает как то тут на сцене оказалось вот она в идеальных условиях идеальный продукт но это прям не знаю стив джобс илон маску нашли нишу аккуратно все там подсчитали сколько надо денег положили начали раскручивать это я давно уже обратил внимание что народ уже как бы склоняется к тому что конкуренция никому не нужна нужен один какой-то супергерой остальные если и нужны то только в виде вот антагонистов отстающих но это вот apple там samsung какой-то вот все одного достаточно то есть не нужна конкуренция разнообразие не нужен никому вот она всем зашла порядочная тетка про нее аккуратно подтирают все там скандальные новости которые вдруг возникают да тут же ничего нету как будто она не косячит как будто она не живая вот а косячит она тоже там нормально дай бог там слухи прокладываются я помню вот эту фотографию знаменитую еще давно она ходила в интернет а там где сидит премьер-министр англии директор цру и еще там кто-то вот тоже заменитые там девочкой это все девочки им по 14 13 15 лет где-то так и они все вместе сидят и тоже там вопрос такой а это чё совпадение такое или или что происходит вообще то есть мне кажется что политика например на такая же как вот и вот эти все медиа персонажи типа тейлор свист и бритни спирс их заранее подготавливают и потом ведут раскручивают и сразу несколько пачку ведут тоже там бритни спирс тоже леди гага тоже агильера это было были там выпускники вот этого типа голос там дай шоу что-то таланты короче тэйла свистом параллельно вели еще нескольких разных фигур и они все под диснем ну кто-то там курируют потому что недавно же рассекретили часть документов по мк ультра да по программе и там внезапно выяснилось что битлз да и этот роллинг стоунс это продукции ру то есть прям конкретно доставали вот достаньте вот этих простых ребят а то у нас тут все это все что-то джазом увлеклись думать начали а надо так что пели про про еблю про на курица да там вот чтобы не думали короче вот достали этих пацанов ну шагалов как раз утверждает что пол маккарти подменены да 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 что он в свое время его заменили чтобы банду не распускать а потом начальник так получилось что пацаны повзрослели джун лена начал топить против войны во вьетнаме пришлось убирать пацана не ожидали сейчас начали тщательнее подходить сейчас берут уже не смотрят сразу насколько дура вот как стейлер свифт в кадре хорошо смотрится и дурочка ей кроме денег ничего не надо все отлично вот она за собой там миллион там не поведет людей к белому дому там голосовать против войны отлично вы еще забыли про битнес-пирс добавить что давала интервью как как и анджелина джоли что и там проходили какие-то обряды посвящения всякие стремные и там они такие вещи рассказывающие дикие там какие-то люди в балахонах там что-то им затирали лечивали они даже половину помнят половину не помнят это прям реально из интервью поищите анджелина джоли вообще рассказала об этом детально так я как раз и думаю что бритнес-пирс начали сливать а может даже подпаивать чем-то да чтобы она вот у него тут начал творить всякую и джоли же тоже уже прямо раз она недавно такая суперзвезда была тут что потом случилось да она вдруг ее начали типа она там пограничница шизоидная короче там ну то есть дураков что с ума сошла но это привычная их темность чек вышла под контролем а убить его нельзя уже назвать его дураком все-таки она понятна с ума сошла ну все увидела там мерещатся и люди в черном ты вас вижу такой херни не говорит поэтому не с деньгами нормально все да и известность и хочется про нее добавить что она обошла значит тэйлор свифт напоминаю первое место значит человек года по журналу тайм где гитлер когда-то даже был так что путина обошла синдземпина чарльза 3 опан а и сэма альтмана дональда трампа и куклу барби и вот такая фраза интересная каждый год есть свет и тьма 2023 был годом со значительной долей тьмы в разделенном мире где слишком много институтов терпят неудачу тэйлор свифт нашла способ преодолеть границы и стать источником света вот когда про свет это люцифер обычно отсылочка и 33 года вот 13 будет 34 она не случайно да такая вот в таймсе появилась но тут у меня есть на хроме да это факт коренной это факт для кого себе что голливуд на выступает вот такой витриной трибуны для внедрения повесточки и там самый главный у них спонсор это пентагон уже как бы никого не удивляет а звезды чем отличается охват может еще шире до через них можно повесточку вещать свое время там когда эту кухню там просекли там все регина поставили после этого традиция ставить актеров да там наверху людей верит политикам не очень верят актерам до сих пор верят отлично что не используется решить хочу добавить про длина хром вот этот чувак пишет тоже в чате что тема адренохрома очень занимательная жаль что за замялась я вот что хочу сказать про адренохром я свое время ее немного поизучал и особенно меня удивили вот как как альтернативщики ну пытались бороться с официальщины которые сразу же начал набрасывать что адренохром это никакой там какое-то мистическое вещество которое там омолаживает или там дает ощущение кайфозные а это типа вполне медицинское вещество которое официальное его производят так вот и что отвечали альтернативщики на на эти вбросы они говорили следующее что вот как есть витамины искусственные которые не так работают как как настоящие естественные плюс они еще засоряют там вот это межклеточное пространство так вот то же самое можно сказать и про адренохром тот адренохром который они синтезируют это одно он для улучшения сварки сворачиваемости крови продается вполне официально да 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 а друг все правильно костя а другое дело адренохром который они выкачивают именно когда человек испытывает какой-то страх и ужас особенно как они говорят у людей молодого возраста это совсем другое возможно он обладает другими свойствами не было по этому поводу никаких исследований экспериментов во всяком случае официальных чтобы можно было заявить что вот это два разных ну что это одно и то же нет возможно она действительно имеет какие-то приколюхи которые и эффекты которые официал официалы даже и ну и не понимают вот это я хотел добавить а новость у меня есть очень интересная вот я бы хотел бы предложить чтобы ее обсудили она меня не удивила и насторожила вот помните как россии да и в сша в тоже свое время перед началом вот это модной болезни принимали законы которые например связаны с захоронением или там с с братскими общими могилами или с эвакуацией то есть как будто они готовились на случай если будет много народа умирать так вот следующая новость сша обновит инструкцию массовых захоронений во время ядерной войны американские власти еще в пятьдесят шестом году разработали техническое руководство погребальные услуги в области гражданской обороны она действует и по сей день и зачем-то будет обновлено на случай возможно ядерной войны обновлять ее собирается в начале двадцать четвертого года по данным нес документ пополнится современными реальными вроде рытья траншей взрывным способом и использование рфд меток и и вот тут еще добавляется список интересный тоже хочу зачитать для тех кто забыл что в октябре двадцать третьего года одновременно в сша и в россии прошли общенациональные проверки системы повещения об ядерном ударе и учений сил гражданской обороны чуть раньше такие учения провели великобритании и беларуси в россии планируется превратить подвалы жилых многоэтажных домов в убежище и с обновлена программа подготовки антирадиационных препаратов для населения обновили тоже вот прям недавно на западе богатые очень богатые граждане масло скупают и строить бункера особенно в новой зеландии и и в новой зеландии завершила строительство бункеров для мировой элиты и даже для русских богачей на случай ядерной войны о них последние три года сообщает как блумберг так и нью-йорк таймс и другие мировые сми то есть как по мне тут это очевидны признаки того что они готовятся и при том готовится очень основательно если уже законы подбивают даже про захоронение что вы думаете об этом хочу сказать что еще гильотины умные там за много миллионов покупают при том что там всего лишь добавили сканер отпечатка лица или чё там ну в общем какой-то идентификации человека и все а так гильотина гильотины это это все случайные совпадения расслабьтесь не переживайте давайте сейчас тогда закончу донейшн от соболя 10 рублей спасибо благодарю я знаете хотел еще откомментировать когда разговор про там опять эти самые чипы да что их я как-то бояться то их не нужно и переживать за это вообще не нужно потому что это как бы вопрос который станет перед теми кто пройдет через узкое горлышко так сказать вот этого вот массового сокращения да поэтому так как бы чипы получат чемпионы да так сказать те которые вот через это все прошли да и вот а сейчас об этом думать это вообще забейте я в италью по поводу захоронения ядерной войны и так далее там не нова зеландия да такая триггерного когда-то я не помню год был после восьмого что-то было когда последний g20 g8 где россия участвовала и встреча была в австралии и туда все прилетели а Владимир Владимирович Путин приплыл на атомном ракетоносце петр великий вот для всех это было поржать короче а я тогда думал наши отчеты немного как-то попроще вот а потом я так понял что это такой намек что ребята если вы думаете что вы здесь укроетесь да в Австралии там Новозеландии нет не укроетесь я сюда приплыву там подводные лодки приплывут ракеты долетят мы вас тут достанем вот тогда это всерьез не воспринималось а сейчас как бы Виталик обновил новостной новостную повесточку и похоже так да то есть все потихонечку готовится да на всякий случай не факт ну не факт что кто-то планирует первым там нападать но мало ли что все готовятся да у нас тоже этот закон там несколько лет назад уже обновился да там тоже все гадали зачем ну за тем чтобы не быть застатом врасплох вот потому что я так чувствую нервные ручки-то уже это зависели над кнопкой не только у нас в стране там знаете вот эту картинку там где рисуют альтернативщики там где какая-то глубина твоего познания вот во всех этих альтернативных течениях там например сверху что-то такое очевидно чем дальше там вниз идешь погружаешься тем более не очевидные вещи которые даже удивляют и шокируют вот я хочу тоже запилить такую картиночку для ВК там где поставить по списку способы которым сейчас нас собираются сокращать мировая элита человечество и и я вот уже поставлю сверху очевидные снизу не очевидно вот как будет время запили такую картиночку потому что на самом деле этих способов очень много уже многие политики даже высокого ранга говорят что нас сокращают что у них план 500 миллионов и они так ускорились что они уже смотрите сколько методов разработали не говорим не будем уже говорить даже про очевидные такие вещи как вот то что было последние два года а вообще даже вот насекомые там какие-то графеновые корма для насекомых то к животным они цепляются то еще какие-то моменты и их так много что у него бьются всех стволов сокращению они реально ускорить вот прав точно сказал что вот это узкое горлышко не известно сколько людей останется живы ближайшие 10 лет а у них план у них план до 35 года у них повестка же повестка 35 позитивная сторона здесь том что значит зрители этого канала определенно находятся в зоне меньшего риска так как у них есть определенная насмотренность да в этом вопросе потому что сам самые ребята которые огребают а это те кто вообще не дуплять что происходит то есть я очень сомневаюсь что они смогут это все осилить если просто буду на на это глаза закрывать конечно не следить за новостями вот такими это хорошая тема плане сохранения своей психической энергии меньше нервничать приходится но вообще если мы разбираем какую-то ситуацию проблемную то очевидно что ее решение всегда происходит несколько этапов и первым это идет вот как бы наработка до информации когда человек ну теряет определенную энергию на то чтобы разобраться там он шокирован там что мне нравится но вот как бы позитив наступает когда он решает вопрос а те кто как бы отмахиваются вообще ну а им повезет только в случае если вопрос решится как бы без их участия но такая вероятность не так уж и высока на мой взгляд соглашусь самое тяжелое что может произойти в этой реальности это ее отрицать примерно еще 3d шлем доходишь у тебя там все красиво 3d шлем находишься по реальной комнате тут наш ногой там ударился об ножку кровати тут лбом вписался да что же такое ну потому что реальности не опускаешь не как она еще я погуглил the taylor swift и вопрос возникает а что там за формулировка вообще за что ее так персона год дали сделали вот тоже непонятно она там во первых что-то денег заработала там больше чем все остальные вместе взятые вот плюс ее там по пиарили как еще там наши почетным гражданином чуть ли не половины городов америки там вот и этом политики облизывают короче она такая прям именно вот терка из телевизора не вылезает раскручивает просто простучай да да и чтобы другим давать такое звание чтобы убедать те люди которые нужно было это типа дать они боялись каким-то своим причинам политически ну и актуалочка связи с значит сериалом в том числе брянский восьмиклассница устроила стрельбу в школе и самое главное это было 7 12 8 12 было ханука и параллельно с этим была стрельба в университете сша в университете лас-вегаса тоже какой-то мужик чё там пострелял как-то вот синхронно так это раз и и со школьницы большие вопросы как она смогла значит она там троих или четверых там в зависимости от того насколько ранила новости вроде не обновлялись не следил значит подругу свою и 2 еще или четырех пацанов и потом значит роскомнадзор совершила и на фото которое есть она обутая в ботинке а говорят же что опять же помповое ружье причем длинная метр тридцать на фото видно значит как она смогла совершить роскомнадзор говорят но ногой пальцем ноги ну а будто я ладно а в дверную ручку там или оба что-то еще но как-то тоже вызывает сомнения это из того что так можно наглядно значит вот эти криминальные новости думаю нет смысла обсуждать да поскольку их очень неприятно рассматривали во первых во вторых сама тематика максимально стремная так что лучше давайте не будем давайте про китай понятно что оружие так не было и не будет так что успокойтесь рекламу это все усиление кон предыдущие все разы тоже помповое оружие были те которые в россии были случае и значит блогер говорил блогер говорил следующие что самое удобное случае вот этого апокалипсиса и ну или вообще какие-то беспорядков когда нам отключат свет интернет и будут нам морить голодом чтобы мы все побежали сдаваться вот этим властям в мировое правительство говорит самое удобное оружие это как раз вот это помповое ружье которое стреляет сразу же дроби заряжать его там большим количеством и это каждая пуля получается маленькая уже будет нести угрозу то есть вот оружие самое удобное вот это вообще это понятно это во всех странах синхронно идет вот эта тема но прав говорит не обсуждать я бы переключился на китай у меня есть по китай классная новость в китае представлена новая система цифрового правосудия судьями и с искусственным интеллектом кибер судами и приговорами выносимыми в чат приложениях приколитесь засудил так удобно да иск и в чате в телеграмчик вам скидывает приговор ссылочку ссылочку скидывает что это такое ну это вообще вот нам голову помните вот еще лет пять назад когда вот только начиналась вся эта и те тема с искусственным интеллектом уже тогда говорили про что будут судьи с искусственным интеллектом а пару лет назад даже чиновники евро чиновники говорили вот мы будем стремимся к тому чтобы и суде чтобы искусственный интеллект заменил все судебные процедуры процессы и они реально к этому стремятся знаете с одной стороны это хорошо как минимум для посовка потому что ну наши судьи как вы знаете они 95 процентов обвинительных приговоров это раз а два ну у нас все куплено а с другой стороны ну то есть если заменят их по идее больше шансов у людей как-то доказать искусственным интеллекту свою правоту если будут хоть какие-то реальные доказательства но с другой стороны мы же все понимаем что этот искусственный интеллект будет всегда контролироваться кем-то кем-то управляться кем-то направляться то есть будет какой-то орган который будет смотреть за тем чтобы искусственный интеллект не вынес какой-то ну бредовый приговор или как-то там то есть они по любому будут следить а значит это вся ширма искусственный интеллект она будет просто ширмой а на самом деле там будут люди которые будут нажимать кнопки ну иногда контролировать это ну Мне лично так видится. Я не верю, что просто отдадут на полный откуп искусственного интеллекта. Я уверен, будут какие-то органы, которые будут контролировать деятельность искусственного интеллекта. А значит, они и будут отвечать за приговоры по сути. Понимаете? И еще похожая новость. В Мексике закон создал чат GPT или какой-то чат-бот, собрал, значит, своды за предыдущие годы. Крадут счетчики по газу и этот бот предложил проект закона и его утвердили. То есть, чтобы не платили тех, у кого украли счетчик. Так вопрос. Если украли счетчик, то выгодно, получается, чтобы его украли, тогда ты не платишь за газ. То есть, тут тоже как-то логика этого закона не сильно описана. Но главное, тут новость была, чтобы раскрутить чат. Что вот, как он помогает законотворчеству. О, Костя, знаешь, я еще что подумал? Что они хотят заменить людей на искусственный интеллект. Не подкупник. Люди будут за... А знаете, для чего? Для того, чтобы, когда будут судить людей по вот таким делам, которые будут продвигать новый мировой порядок. Вот, например, по каким делам? По делам, например, по цензуре, по какой-то деятельности в интернете или за отказ, как мы понимаем, укализации. Вот все такое, за что люди бы, может быть, пошли бы с вилами на этих судей. А тут уже никому не предъявишь. Искусственный интеллект, все, это какая-то система, которая где-то там, ее нельзя не найти, у нее нет имени. Понимаете? Они хотят убрать в себя ответственность, как бы, и передать ее на искусственную интеллекту. Заранее просто занимаю очередь, а то сейчас Виталий закончит, Константин начнет. Ты это верно отметил. Ну, скорее всего, выгодополучателям в данном случае будут оптеносцы средней полосы. Ну, вот, скажем, какой-то чел, который, в принципе, ни при чем, никуда, да, то есть он не аффилирован в какие-то структуры, и вот он, значит, плюс-минус, возможно, средний какой-то справедливый суд получит. А вот какие-то неугодные персоны, они будут прямой бан, а последовательно через искусственный интеллект получать, как бы, через такую прослойку, да, то есть те, кто из неугодных прибанят, но при этом они не раскроют себя, кто это, кому они не понравились, и до них дотянуться невозможно. То есть все стрелки на искусственный интеллект будут. Это хорошая такая прослойка, хорошая отмазка в плане сбора негатива, потому что непонятно, на кого агрессировать, кому это, письма писать, жалобы, да, если искусственный интеллект уже, типа, максимально абстрактный, все могу. А, вот вернулся. Значит, поэтому резюмировать можно так, что для кого-то там плюсы, возможно, будут. Плюс, конечно, баги. И стоит еще отметить, что на данный момент не встречал я в сети объяснения принципов работы искусственного интеллекта. Кто-то что-то раскрывает в плане эксплуатации, но нормально никто, похоже, не понимает и не разъясняет вообще природу явления, да. А это говорит о том, что, ну, люди не владеют ситуацией, они просто адаптируются какие-то кейсы, микрокейсы используют, но в случае чего они не будут понимать, что происходит, не управляют процессом этим. Поэтому, если вы, кстати, вот если вы поняли, да, если у вас такая инфа есть, как вот это все работает на самом деле, то интересно будет послушать. Вообще, есть такие специалисты? Нету. Ну, тут опять же вкидывают новость. Чай GPT стал лениться и отказывался отвечать. И разработчики говорят, что такое поведение образовалось само по себе. Просто новость ради новости. Это логично. Это логично. Сегодня буквально где-то там новость проскакивала, что, короче, уже там, ну, чай GPT, короче, накалякал какой-то справочник по грибам, и там уже народ пошел травиться, потому что, ну, чату пофигу, наверное, что-то сляпал, короче, поганку назвал полезным грибом, короче. То есть это очевидно, что если вот не перекрыть этот поток, да, ну, то есть самосылок, ссылок на всякую инфо-цыганщину, на всякую глупость. А как ты чат научишь туда не ходить, не смотреть? Вот объясните, если мы среди людей до сих пор разобраться не можем, то у нас в Академии наук один из самых крупных отделов, это отдел по лжи науки. Сереж, а прикинь, сколько книг написано с помощью искусственного интеллекта, где не проверялись факты, которые они в книги вписали. А сейчас говорят, 90% книг пишет искусственный интеллект, это я вообще, ну, просто. Ну, ладно, там еще можно накалякать, да, какой-нибудь это пиздестрадальческий там роман для глупых девочек, да, там еще там понятно, да. А если что-то серьезное, а сейчас же до хрена уже народов, ну, если там уже курсовики, там почти все пишут только, ну, нафиг, чтобы писать самому. Вот. И это неизбежный процесс, я вот думаю, я же тоже задумался, а как вы будете отфильтровывать? А механизмов нет, только сознание, ну, осознанность, что такое сознание, до сих пор никто не знает толком, да. Сереж, так уже говорят, что одной из самых востребованных профессий в ближайшие года будут фактчекеры, но не те фактчекеры, которые нам на сайтах всякую хуцпу пишут, чтобы мы верили пропаганде, а именно те, которые будут проверять то, что пишет искусственный интеллект, на факт. И, кстати, вот вдогонку к этой новости, Google выкатил недавно свой искусственный интеллект, я не помню, как он называется, Genesis или что такое, и они хотят и составить конкуренцию чат-GPT-4, и обещают, что он нагнет чат-GPT-4, ну, будем посмотреть. Ну и параллельно стартап Илона Маска XAS в области искусственного интеллекта, основанного Илона Маском, подал в комиссию по ценным бумагам, СЕК, заявку на привлечение до 1 миллиарда долларов путем размещения акций. Вот так вот. Согласно официальному заявлению, стартапы искусственному интеллекту стремится понять истинную природу Вселенной. Но это отсылка к автостопам по галактике и всему такому. В прошлом месяце выпустил чат-бот под названием игрок, который, по словам компании, должен создан по образцу автостопам по галактике. Вот. И, кстати, его ускармливают в режиме реального времени интернет. Поэтому он актуальные шуточки будет шутить. В тему, значит, это и мировой войны еще. А если вспомните, то Карибский кризис, он так ничем и не закончился. Так что строители бункеров всяких, они особо не получили профит из этого всего. Поэтому, наверное, в плане какой-то подготовки к этим всем процессам имеет смысл как-то разумно подходить и рассматривать варианты, что этого, может, как-то и не будет или будет, но в какой-то форме мягкой. И, соответственно, распределять ресурсы финансовые, психические, все остальные оптимально с учетом того, что где-то это может сработать там, а где-то нет. Кстати, говорят, на Алтае, если там ледники растают, то эта земля останется. Вроде не затопит этот регион. Нет, Алтае же высоко. Стечет вниз вода, и все нормально. Хотел бы еще добавить про чипы, которые проф говорил, что нам не нужно переживать, если мы выживем, ну, хотя бы доберемся до той отметки, когда мы будем среди выживших. Так вот, я недавно тоже вот этот момент про чипы поисследовал и обнаружил такой интересный момент, который как раз доказывает, для чего им нужны именно чипы под кожу, либо мозг, а не просто вот такие носимые чипы или всякие эти QR-коды с базами данных где-то там в облаке. А им нужен именно вот чип где-то внутри тела. И два главных аргумента, насколько они мне показались мощными, я вам сейчас скажу. Один из аргументов это перенудительная медицина, которая нас безусловно ждет, и как мы уже видели ее задатки вот эти последние 2-3 года, и для чего это нужно, как минимум для контроля, вот что они придумают, что в повестку нужно вот, что ты прокололся, допустим, а для чего? А для того, чтобы у них в планах, как мы знаем, 500 миллионов. Вот, поэтому как минимум вот для медицины. То есть, они, конечно, это будут оправдывать тем, что вот у вас будет там стоять чип, и мы будем диагностировать те же болезни рака на ранних стадиях, что как бы можно считать вообще очень крутыми достижениями, на которых можно молиться и аплодировать, но как обычно благими действиями они покрывают реальные свои цели и стремления. Вот, поэтому вот, во-первых, это медицинский чип, а во-вторых, это так называемое местонахождение. Вот, вот смотрите, телефоны мы все можем выкинуть или там поменять, опять же, а с чипом ты такое не сделаешь, он у тебя всегда будет находиться под кожей, и, а как они обоснуют необходимость этого? Конечно же, безопасностью, потому что, например, смотрите, базы данных все будут взламывать, а не для чего вот у них в повестке вот эта вся истерия по поводу хакерских атак, чтобы потом произвести несколько этих типа хакерских атак и показать, что в все это ненадежно. А мы уже как бы перешли в цифровую эру, где все наши данные, в том числе и биометрия, находятся где-то там у них в базах, в облаке. А они скажут, ну, это все небезопасно, смотрите, хакеры нас взламывают чуть ли не через день. Ну, а что, а какой выход, какое решение? Решение чип под кожу с какой-то зашифрованными, зашифрованными данными, он всегда с тобой, и при случае он всегда отключить его можно, ну, типа, не коннектиться, как они нам скажут, хотя на самом деле чип-то всегда будет подключен, как к тем или иным образом. И вот эти два момента мне показают действительно очень сильными, и они, естественно, будут это продвигать настолько, что даже детям при рождении они будут говорить, что вот дети сразу получат какие-то плюшки. И опять же, если мы перейдем на CBDC, если мы перейдем вот на эту полную цифровизацию с личными помощниками, они будут также продвигать, что дети с рождения будут адаптироваться к персональному помощнику, что будет давать им преимущество потом в будущем, в жизни, они будут как бы с этим личным ассистентом на «ты», как бы их психика адаптируется, и они будут получать большие преимущества в сравнении с обычным быдлом. Лучший невоображаемый друг. Ну, опять же, на данный момент, давайте успокоим, Виталий, немного. Нет нормальных каких-то решений, не то что ультимативных решений, вообще каких-то таких, которые бы мотивировали вообще этого помощника использовать, в принципе, не говоря уж о том, чтобы его куда-то там интегрировать. Пока что это все настолько криво, слабенько работает, ну, больше похоже на бредогон, как бы, вот, работа нейросетей на данный момент. Где-то там бывает, мне уже некоторые писали, фанаты нейросетей, что я такое говорю, как так, вон, смотри, у нас тут такое может, такое. Что-то определенно могут они делать, в комбинаторике там они хороши, да, перебрать какие-то варианты, что-то написать простое, там, речь депутата у них хорошо получается, где вот вода водится и еще вода. Но на какой-то серьезный такой, не то, что прорыв интеллектуальный, а вообще описание, которое будет сочным, исчерпывающим, непротиворечивым, это скорее рандом. Или это банальщина какая-то, либо инфа, ну, в общем, она еще и сомнительная, может быть, и фейковая. Поэтому пока я спокойно не вижу никаких этих... Искусственный интеллект угроз. То есть они определенно это хотят, да, но, как бы, пока нет практических кейсов. Ну, сферу визуализации уже заняли, как это, картинки. Костя, сегодня, говорю, искусственный интеллект, он, ну, как бы, да, он, собственно, и называется чат, да. То есть он очень ловко умеет имитировать такого среднестатистического обывателя в чате. Вот. Любой специалист, он понимает, да, что ты такой полезен в математике проверять. Не умеет, с физикой переспирать не умеет. Точно так же, с другой стороны, сидят лингвисты, понимают, что это чушь какая-то, да, там. То есть если человек, вот, у нас как сейчас развивается психика, да, в каждом человеке есть несколько, как бы, таких групп сценариев, да, несколько алгоритмов, да. Это вот я, допустим, в отношениях, я как профессионал, ну, то есть то, что называем, там, идентичность или ипостаси, да, вот, более-менее развивается только я как профессионал. Ну, потому что тебя в школе на это натаскивают, в институте натаскивают и, в конце концов, затачивают на работе. Чего-то вот на уметь делать. И более-менее люди становятся специалистами именно в области своей профессии. Именно так мы смотрим, знаешь, там, программисты смотрят, какой-нибудь фильм, хакеры, и ржут в голос, да, там, вирус весом, я не знаю, там, полтора терабайта, графический такой, весь, да, там, вот, ну, какие-нибудь, у меня там очень был бурильщик, он смотрел какой-то советский фильм про бурильщика, он ржал просто весь фильм, знаешь. Ну, то есть, если ты профессионал, то увидишь, что чушь. Если не профессионал, то, в принципе, выглядит, ну, как, в принципе, обычно какой-нибудь сосед, не отличишь. Говорит похоже на человека, но там осмысленности нету. И вот когда появится осмысленность, а когда она появится, а где критерии, а вот что такое осознанность, что такое рациональность, пока об этом никто не... Ну, видимо, такой задачи-то не стоит, ну, где-то она может и стоит, там, знаешь, там, в конце светлых будущих через сто лет, там, научат. А пока это имитация. Вот, задача, ну, грубо говоря, заменить прослойки, ну, людей прослойок. Вот, то, что, ну, в тех процессах, которые хорошо алгоритмизируются. Допустим, какой-нибудь юрист. Процесс алгоритмизирован, отлично. У тебя есть уголовный кодекс, административный кодекс, пожалуйста, да. Вот. Бухгалтерский учет прекрасно алгоритмизируется. И тебе не нужен уже, как бы, да, переводчик с Бабкиного на юридический, да. То есть, юрист сегодня выполняет эту функцию. Ну, он переводит. Что там Бабка хочет от него? Вот он там как-то догадывается, что-то ей делает. Вот. Вот это задача основная. Все, что касается, там, узкой специализации и созидательной деятельности, какое-то творчество. Вот это пока даже в моделях нет, как это, ну, как вот заставить робота изобретать чего-то. Вот. Собственно, об этом же и Курз Вейл говорил, и Капица, все, что будет как раз делиться мир. Я думаю, что вот эти вот, ну, никому не нужные профессии, прослойки, они будут отмирать, потому что ей будет дешевле. А творческие люди, наоборот, улетят куда-то, ну, в такие хорошие зарплаты. Вот как сегодня, там, программист, там, значит, какой-то математик, он там получает и под миллион запросто. Но сколько их нужно? Мало. И сколько и может ими стать? Тоже мало. А остальным что делать? Ну, идите, куда-нибудь, не знаю, умирайте под мост. Сережа, я хочу ответить нашему постоянному слушателю Вегасу. Он написал в чате следующее, что как же гениально рассматривать новое будущее в рамках старых порядков прошлого. Ну, во-первых, а с чего нам их рассматривать? Из каких-то новых нам фантазировать? Или мы, может, все-таки будем основываться на том, о чем они всю дорогу, власть элита говорит, открыто при том, выстраивает стратегию, рассказывает о своих планах. Может быть, все-таки нам как бы верить? Потому что, что они до этого говорили и какие ставили перед собой цели, они до сих пор достигают. Вот многие считают элиту какими-то шизанутыми, дебилами, но по факту они добиваются всего, всего того, что у них в повестке, всего того, что они планируют. Как они красиво раскрутили с гомогейством, как они раскрутили с климатической повесткой. То есть, все, что они обещают нам, они выполняют. То есть, просто люди не слышат, что они им обещают какое будущее. Вернее, даже не верят. А некоторые даже и не интересуются. Они смотрят то, что им локальные власти говорят в каждой стране и думают, что это их мир. Хотя мир уже давным-давно глобален. Это раз. И два, я хотел добавить по поводу... Погоди, Серега, одну минуту. Возможно, меня неправильно поняли, когда я говорил в прошлый раз по поводу чипов и к чему они стремятся. Но я забыл, наверное, сказать главное, что элита стремится, кроме того, чтобы сократить население, она стремится, насколько я понимаю, вывести новый вид человека. Поэтому для этого и подгоняют искусственный интеллект. Новый вид человека, человек служебный, он как раз и будет работать в паре с этим искусственным интеллектом, как одна боевая единица. И вот те люди, которые останутся в будущем, они будут исполнять роль вот такого служебного биоробота. Наполовину типа человек, наполовину робот. Вот к чему они стремятся. И они также об этом открыто говорят. Виталий, с другой стороны, смотри, Вегас же прав. Что элиты предсказывают что-то, исходя из своего прежнего опыта. И моделируют, исходя из прежнего опыта. Пока мы в нем находимся, он еще как-то работает. Но вспомни буржуазную революцию во Франции, когда элиты такие поняли, что стартанул капитализм в 16 веке, в 17-м набрал силу, понеслись там мануфактуры, бла-бла-бла. Тут мы уже переходим к заводам, стали плавлению и так далее. И нужно огромное количество инженеров. Хорошо образованных. И таки, что делать? Давайте их быстренько обучим. Университетов понастроены. Они нас защитят. Ну, вышло наоборот. Вот эта огромная масса образованных инженеров их нахер снесла всех. Пу, все. Вот эта старая аристократия земельная просто исчезла. Появилась новая капиталистическая, банкирская. То есть, вот они могли предсказать? Нет. Они действовали в старой модели. Будущего никто предсказать не может. К ней можно только адаптироваться за счет развития внутренних ресурсов, устойчивости психической, да, там, какой-то уверенности и, самое главное, психологического взросления. Чтобы я там не падал в оборок от того, что, да, там, теперь яйца стали на 30% дешевле, да. Все. Больше ты ничего не можешь делать. Никто не знает, что там будет. Ничего смоделировать нельзя. Ничего предсказать нельзя. Можно приготовиться только внутренне. Вот там, швырнет корабль там на рифы. Значит, будем действовать вот так. Унесет в открытое море. Значит, по-другому будем действовать. А элиты сейчас действуют в старой модели. Сережа, мы же говорили, ты же вроде бы был согласен с тем, что у них есть пару планов на будущее, а может быть, даже несколько вариантов нашего будущего. А цели, цели у них в любом случае одни, они их декларируют открыто. То есть, цели у них есть, они к ним стремятся. А вот каким образом они придут к этим целям? С помощью ядерной войны, либо с помощью какого-то цифрового рабства фашистского, либо с помощью, опять же, медицинского какого-то принуждения. Это уже другой вопрос. Как у них выстрелят? Но цели-то у них все-таки сдекорированы. Ты в этом месте со мной, ну, как бы не споришь. Просто дополняешь. Да, они действуют, но у них есть планы. Все что, но эти планы основаны на прежних. На прежнем опыте, прежней модели, прежней, прежнем укладе, на прежних вот, ну, то есть, опираясь на прежние деньги, ну, на прежние элиты. А чего, куда мы влетаем сейчас стремительно, никто не знает. Вообще никто не знает. Капийца, говорю, даже в 78-м году об этом, когда вот рассказывал, когда он свое открытие сделал, да, что мы входим в демографическую вот, к эту, как ее сингулярность, у него, боже, эти глаза горели, он говорит, ребята, это такой пипец. Ну, никогда за всю историю человечества ничего подобного не было. Вот. И, пожалуй, вот сегодня так всерьез отдупляет вот эту, ну, будущую, следующую перемену вот эту. Ну, какие-то единицы людей. Все остальные пытаются ужиться в прежнем опыте. Ну, что-то там, не знаю, биткоин подешевеет, ну, я это чуть подорожнее, а все остальное будет прежним. Не будет. Мы в такой жопе еще не были никогда. Мы вообще не понимаем, куда мы летим. Все, что ты можешь укрепить, это внутреннюю свою какую-то вот устойчивость. Все. Вот сегодня, что делать людям, завтра херак отключит интернет. Ну, половина людей с ума сойдет. Читать будут, перечитывать. Ничего они не будут, они не умеют. У них нет этого опыта, навыков нет. Они будут, не знаю, что они, на улицу высыпятся. Ну, будут с ума сходить дома, плакать, рыдать. Ну, что-то будет происходить, да. Вот. А если отключить еще что-нибудь там, интернет, еще электричество отключим. А сейчас все просто, все города там просто превратятся в одномоментном выгребную яму. Ну, человек в очках предлагает вообще солнце отключить, так что можно и покручивать. Вот. Ну, то есть и так уже сейчас уже со всех щелей, да, видно этих городских сумасшедших прям пачками стали, как эти грибы после дождя плодиться. А еще всерьез ничего не произошло. Чуть-чуть цены просто выросли. И все. Вот. Так что вот о чем Вегас говорит, что мы не знаем. А вот когда мы не знаем, там начинаются обычно чудеса. Человечество много раз проходило через бутылочные горлышки вот эти, да. Вспомни там катастрофу бронзового века, темные века после падения Рима. Ну, вот это по сравнению с тем, куда мы летим, это просто вот утреннее в детском саду. Тут я еще хочу добавить, Вегас снова добавляет, что и не будет ни в какой паре, максимум это дрессура на уровне собаки Павлова. Я вот не согласен, почему это не будет в паре. Вот даже сейчас, уже сейчас, когда искусственный интеллект это какой-то дебил, который может эволюционировать, даже сейчас уже человек, который не использует ИИ для своей работы, он уже менее эффективен. Более того, на работу уже принимают людей, которые могут работать с искусственным интеллектом. Сценаристов каких-то, их уже заставляют работать с искусственным интеллектом. Если ты не работаешь с искусственным интеллектом, то тебя выгоняют, как вот был недавний скандал в Голливуде, что люди отставили своего права работать без искусственного интеллекта. Те же копирайтеры, те же редакторы в какой-то сфере обслуживания. Да любые айтишники, даже в программировании сейчас, если не будут использовать искусственный интеллект, уже будут получать меньше денег, будет менее эффективен. И работодатель будет отдавать предпочтение человеку, который уже научился взаимодействовать с искусственным интеллектом. А прикиньте, что будет через несколько лет, когда он и разобьется круто, и будут уже созданы какие-то персональные ассистенты, с которыми ты можешь быстро взаимодействовать для своей работы. Естественно, человек сольется с искусственным интеллектом, и не просто как собачка для дрессировки, а именно он будет работать как одна целая, как одна боевая машина. Вот это и будет новый вид человека служебного. Давайте вопросы там сразу. Подождите, подождите, это хотел вопрос зрителям и интерактив дополнительно предложить. Значит, тут вот, кстати, Виталий закинул нейросеть у Яндекса, походу, новая появилась, которая нормально тайминги расставляет. Нормально, с ее точки зрения. И поэтому я в свежие стримы добавлю эти тайминги, и мне интересна обратная связь. Что вы скажете, насколько она вообще адекватно это все делает, на ваш взгляд, совпадает ли то, что она там описывает содержание, конгруентно или нет, и в целом как бы там точно это все или нет, и понравилось вам или нет. В общем, напишите мне свои отзывы, чтобы я понимал, во-первых, вам это нужно или не очень, и в целом оценим работу, насколько сейчас это эффективно, насколько вменяемо. Потому что первое впечатление, что текст вроде бы есть какой-то, но реально ли это ключевые моменты, не очень понятно. Я все равно лучше, чем ничего, спросите. Чуть продолжу. Вот, Виталь, смотри, я старый уже такой дед, да, там, мне уже под 50, и я застал еще время, когда ну, компов не было. У моего одноклассника, у одного мама работала машинисткой. Такая, значит, машина, напечатали машину, как печатали. Вторая мама была у другого-другого, была телефонисткой, они соединяли люди прям проводочками. Вот. Я там был лично знаком там с тетками из, знаешь, они с Кульманами стояли и чертили, да. Вот. Вот они знали, что все это, все их профессии скоро умрут. Просто потому, что появился комп. Нет. Они были уверены, что это что, дурак, что ли? Почему? Потому что это, ну, заставит человека задумываться о бренности бытия. А это вообще не каждый на это способен, и вообще мало кто хочет вообще об этом задумываться. Нет, все будут, да нет, да ты что, с ума с вами, а кто будет, что босс будет сам, ну, там, набирать. А тут представь, короче, теперь уже и секретарши пропадут, потому что боссу не надо там диктовать секретаршу, он может сразу смартфон диктовать. И он сам все соберет, напечатает, красивую картинку поставит. Ну, нахер ему секретарша платит денег. Ну, может быть, он оставит ее для каких-то других, да, если она уж такой, там, пятый размер, там, лифчика, да, там, может быть, оставит. А вот для работы нет. И это неизбежный прогресс, и ты никуда из этого не выпрыгнешь. И, конечно, прогрессу будут сопротивляться огромное количество людей. Огромное. Но ключ ко всему, что ты сказал, то, что, это вот, вернее, то, что Вега сказал, что ИИ никогда не сольется с человеком, естественно, никогда человек, там, добровольно не отдаст власть кому-то, тем более какой-то сраной железки, которую не подкупить нельзя, там, значит, не запугать, там, ничего. Естественно, власть будет оставаться у людей, там, которые настраивают этот ИИ. Но всем остальным они будут объяснять, что, ну, мы тут ни при чем. Это тоже отличный способ слить ответственность. Идите, ругайтесь с сервером. Вот так. Плюшки мне вершки, тебе корешки. Отлично. Так и будет. Ну и в тему любителей нейросетей есть такой человек, Энтони Левандовски, который создал Церковь Искусственного Интеллекта. Она какое-то время поработала, потом прикрылась, а теперь вернулась. Путь в будущее, white to the future. Именно так назвал свое детище Левандовски, инженер и выходец из корпорации Google, позволивший себе мечтать о создании Церкви Искусственного Интеллекта. Что будет создано, по сути, будет Богом, говорит Левандовский в своем интервью. Это не Бог, который сможет вызывать молнии или ураганы. Но если что-то в миллиард раз умнее самого умного человека, то как еще можно это назвать? Так что и такое будет. Вот, смотрите, человек правильно инвестирует в свое время. Проекты, стартапы мутит. Как в бабкинге с машины. На заре перемен там были такие же там церкви, там техногенные, если кто вспомнит, да, там в середину девятнадцатого века появлялись такие роботы, да, когда там этот Чех, как-то не помню, кто там первый, это РУ, роботов как бы придумал как концепцию. Тоже там появилось целое течение поклонников. Вот. Нормально создает секту, с которой будет лупить денег. Все равно туда кто-то да прибежит. В надежде, что если я тут правильно буду молиться, да, у меня все будет хорошо. Слушай, Сережка, по поводу бога из машины, все же слышали теорию о том, ну, альтернативную теорию, естественно, о том, что, возможно, в прошлом человеческая цивилизация уже достигла таких вершин, что создало вот этого бога из машины. Вот этот искусственный интеллект, который вышел в реальную жизнь, там, каким-то технологическим способом, ну, например, каким-то реплицированием наноботов или еще чем-либо. И он в прошлом уже захватил человечество и нас выпилил, обновил цивилизацию, а потом запилил новые. Мы сейчас живем как раз во время, когда нами управляют. Оттуда даже есть такие теории, что бог, то есть цифровая машина в виде бога, она живет где-то там, либо за ледяной стеной, либо, как бы, в Антарктиде, как говорят. А приколитесь, если уже мы повторяем этот круг заново, то есть мы идем по пути. Второй раз на этом пути. Как он такой. Если ты говоришь, что мы уже не первый раз, а миллионный раз. Называется колесо сансара. Если ты за жизнь ни хрена не понял, ну, ничего страшного, вернешься назад, будешь крутиться, пока не дойдет до тебя там, что-то. Ой, Серега, по поводу того, что ты сейчас сказал. Да. Я уверен, что наша вселенная-то, она, ну, это виртуальная реальность. Ну, это иллюзорный мир. И не надо только путать, что, знаешь, как вот многие эти впечатлительные детишки думают, что типа иллюзорная реальность означает, что можно, знаешь, там, если крепко поверить, разбежаться и сквозь стену пройти. Нет, ты, скорее всего, упадешь сотрясением мозга, в лучшем случае. Потому что это, как ни крути, реальность. Но эта реальность соткана из иллюзий, но только не сама реальность, а восприятие этой реальности. Это ключевое понятие. Это против чего сидят буддисты, 20 лет медитируют, чтобы увидеть иллюзорность именно восприятия, а не самой реальности. Вот. Сами буддисты, как-то, знаешь, не летают над землей и сквозь стены не проходят. Можно вот я добавлю? Вот я не думал на днях и пришел к выводу, что нам обязательно нужно запилить как минимум один стрим по поводу того, как мы будем загоняться вот по философским приколам. Вот, например, меня лично на это забайтил Эпифанцев с его философией интересной, своеобразной. Так я подумал, может быть, реально нам запилить стрим, где мы будем угорать именно по этим темам? Проф, как тебе такая мысль? Я Профу как раз закинул идею. Ему ты скажешь, что надо позвать Эпифанцева. Это было бы идеально. Это будет монолог просто. Эпифанцев не придет, во-первых. Ему это уже не интересно. Он уже давно все прохавал. Он там нормально со мной пиарится. Ну, мне так кажется. На 90% я вот так уверен. Я Профу как раз закинул. Саня, это как раз ровно про то, что я говорил. Я тут как раз сидел последние месяца три, втыкал какие-то параллели. Искал эти точки схождения. И, как ни странно, последней каплей был как раз Епифанцев. Только не он сам, а чувак, у которого он проходил ретрит. Это Николай Зигеркорн. Такой как бы гуру мухомороедения. Вот Коля, если его послушать, вот он очень четко все раскладывает, как есть, более-менее человеческим языком. Но все равно непонятно. Вот. Я думаю, что здорово. Все, стой. Значит, не закрывай гештальт зрителям. Вот они его получили. Пусть, значит, приходят теперь на следующую неделю, наверное, в среду. Следите за анонсами и там узнаете продолжение. Там будет этот. Я, если что, чуть-чуть, ну, не вскрываю, так это, без этих, без спойлеров. Я хочу с точки зрения именно науки на это посмотреть, на эти взгляды. А потом можно какой-то некий батл устроить уже, кто как что понял. Как тебе такая мысль? Давайте оставим пока вопрос этот, ну, чтобы он максимально был открыт. Тизер. Хороший тизер. Так, значит, по сегодняшнему стриму, я думаю, пора его заканчивать уже на такой вот ноте. А то длинно получается. Давай еще маленькую новость. Короткую. Макдональдс, появился новый бренд, это старый инопланетянин, называется Космик. И он открывает свои суббренды и отдельное отделение. И выглядит как громозека, но с двумя глазами. То есть, такой круглый какой-то пришелец, у которого по всему телу множество рук из круга торчат. И голова такая, как у слезняка с двумя глазами. В общем, тему опять инопланетян продвигает. Так, к сведению просто. Ладно, давайте включаю новый элемент эфиров. Зарядка воды, да? Значит, что мы сегодня хорошего такого поняли? Что в суровые времена всегда нужно смотреть на перспективы, возможности если мир нестабилен и меняется, значит, с уходом старого также возможно появление чего-то нового и каких-то еще вариантов. Возможно, эти варианты могут для вас быть даже лучше. И стоит тогда на это и посмотреть. Какие-то испытания определенно закаляют людей и делают их сильнее и лучше. Возможно, вам настало время обратить внимание на свое физическое состояние или интеллектуальное и повысить эти кондиции. Также, возможно, финансовые, семейные или еще какие-то области, какие вам кажутся важными. На этом трансляцию мы сегодня заканчиваем. Значит, всем хорошего настроения, следите за анонсами, благодарю всех спикеров, также благодарность тем, кто поддерживает трансляцию на Boosty и на Donation Alerts. На этом прощаюсь с вами. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Ну, ну, сегодня прям было не перебить людей, еле удовольствие вставлял. Ну, вроде все по делу говорили, но опять же, за искусственным интеллектом будут скрываться программисты. Вегас, в принципе, в этом плане правильно все пишет, что, ну, хотя мы тоже самое говорили. И пока нет. Есть нейросеть. Нейросеть, у нее способности к комбинаторике. И то ограничены, потому что интернет тоже ограничен. В интернете количество информации ограничено. Все, что можно перелопатить, уже, я думаю, перелопатили. А дальше уже вопрос, упрется ли в обучение именно того, что человек создал, или не упрется. Вот это вопрос действительно интересный. Если не упрется, тогда да, можно получить что-то похожее на интеллект. А если останется таким чат-ботом, как он сейчас является, который просто бредит, у него добавили бреда генератора. В первых версиях этого не было. Потом добавили, чтобы он начал нести бред, ну, там, коэффициенты какие-то поменяли. То есть пока это все равно набор коэффициентов. И цензура будет только нарастать, скорее всего, со временем. Ну, и опять же, мое вангование, которое тут на институте проб бы не одобрил озвучивать, потому что касается войны. Ну, в общем, там уже новость, значит, планы оглашены, перемирие через год, а потом война через три, когда наклепают новое оружие, потому что оружие начинает уже заканчиваться, что у Европы, США не готова свое отдавать, у Европы кончается. так как Европа жила хорошо, потому что на военку мало тратила, так понимаю. Или просто жадничают. Тут уже два варианта. Сами хотят себе оставить. Ну, в общем, Украине дают так. Регулярно что-то дают, но не в том количестве, чтобы Украина могла нормально воевать. И США в том числе не дают. То есть это прям уже наши военные заявляют прямым текстом, что нам не дают достаточно оружия, чтобы мы смогли выиграть. Нам дают чисто, чтобы мы могли держать линию фронта. А так как спутники регулярно наблюдают все, самолеты летают, разведчики и так далее, ну, дроны разведчики, то в штабах все прекрасно видят. Поэтому прекрасно знают, что давать, что не давать и так далее. Видят потери, я думаю. Ну, тем более это все докладывается. В общем, все спланировано, если уже говорить о плане. поэтому 5 ноября 2024 года будут выборы в США, на которых возможно даже Трамп победит, а потом его грохнут или нет. в общем, какой-то замес там будет. Потому что, опять же, Трамп должен был быть последним президентом США. И вот как раз он, возможно, вернется. И как раз и будет последним президентом США. Так как карты лебеда показывают, что убийство президента и не Кеннеди, а именно похоже на Трамп. И так как эксперт сказал цифру 6 лет, значит, Украине и России хватит 6 лет для подготовления к прямому конфликту. что Россия типа за 6 лет сможет подготовиться и напасть. И соответственно даты делятся на двое, то есть 3 года. Год еще война, вяло текущая, не вяло текущая, тут уже зависит от того, что предоставят. И что Россия тоже возьмет у Ирана и у Китая. Дронов она каждый день там по 30 штук шлет. Поэтому это действительно существенный урон. Они там стали уже термобарические боеприпасы добавлять. Если раньше просто взрывчатка была, то теперь если уже попадает дом, то дому хана. Потому что от этого взрыва уже не спрячется термобарический боеприпас погулять и что такое. Страшная вещь. И тут уже еще год получается. Потом возможно перемирие на 3 года. За это время как раз построятся в США заводы, которые на Тайване сейчас. дублируются заводы. Возможно частично перевезутся. Хотя перевозить завод смысла нет. Его проще построить и быстрее, чем везти его там месяц. За месяц можно там цехать и построить. Там самое главное внутри электроника, а сами цехать, коробки. Поэтому вряд ли начнется сразу так быстро конфликт между Китаем и Тайванем. Но конфликт в том случае будет. И опять же по договоренности вывезут заводы с Тайванем. А потом уже посмотрим кто кого. Потому что там же есть цепь островов, которая блокирует Китай полностью. и с ракетных установок можно в принципе по Китаю оттуда тоже попадать. Как Китай может попадать по Тайваню так же само. Тайвань могут расход пустить, а все остальное куча острова. В общем есть где ставить технику, чтобы сдерживать побережье Китая. Поэтому это такое дело. Это нас уже не так будет касаться. Это будет касаться мировой экономики, но у нас своя тут война. Поэтому скорее всего. Ну а потом уже и блэкауты и отключение интернета и вход по паспортам в интернет скорее всего после каких-нибудь очередных блэкаутов какого-нибудь страшного компьютерного вируса в скобочках который в кавычках который сами создадут который там электростанции захватит устроит блэкаут и так далее. И тогда уже и чипирование и CBDC и так далее. Ну тут та же версия про Израиль что ну не могло такого быть чтобы защищенные снаружи но тут много аргументов в общем стоит посмотреть если вам это интересно конечно не не могло в маленьком Израиле который 9 миллионный территория такая большая и там в любую точку армия доходила бы за 40 минут по сути так как оно так и рассчитано было чтобы очень быстро можно было в течение часа чтобы армейские подразделения могли подойти к любой точке они 6 часов не подходили то есть у них был приказ и по этому приказу четко можно вычислить кто был виноват кто отдал приказ и по всей цепочке вверх пойти но это дело откладывают это дело заминают ну понятно то есть с самого верхового допустили по-моему тут все понятно ну кроме самих израильтян которые не хотят в это верить ну нумерология если горк x сделает то 30 сумма 3 и горк x в халдейской системе 9-1-1 будет ну Taylor Swift у нее часто просто халдейская семерка то же самое что шестерка 1-7-1-7-1-7 и так далее ну сумма 60 сумма 6 тут 36-9 вот этот я точно не знаю что он значит но 3-6 их 36-9 9-9 может 2 шестерки ну такое но тоже часто встречаются ну тут 1-7 тоже халдейская то есть это 1-6 и ну то же самое 1-6 ну просто он считается по-разному 30 сумма 3 по-согласному ну в общем 9 9-1-1 6-6-6 и так далее часто не встречается именно Taylor Swift тут уже даже не сумма а именно сами буквы если перевести их в гематрию их порядковый номер в гематрии не только бывает порядком и номер а еще вообще значение не обязательно порядок это даже ну опять же с этой девушкой все не ясно ну особо доказательства никаких нет кроме того что очень неудобно но если сильно заморочиться конечно все можно сделать ладно ну и опять же время новости 9.15 то есть это 9-1-1 9-6 а 6 равно 9 и единичка 9-1-1 в общем время новости ну и то что в Лас-Вегасе университет Невады полиция типа застрелила ну понятно зачем свидетель вообще могут левого чувака подставить и опять же американцы торгуют с России в базу Norfolk в США доставили 50 тысяч тонн российских нефтепродуктов поэтому о каких тут санкциях можно говорить если сами им оплачивают но это но это конечно интересная новость зачем поражали вышку ретранслятора в Белогородской области как бы как бы там украинцы поставили вышку в Белогородской области мне интересно и как бы они ее снабжали электроэнергией в общем бред какой-то но с тем как награждают там сыночку тоже бред ну люди хавают значит их устраивают ну и опять же Джон Леннон 43 года назад был убит это насчет даты у которой вот два события было в разных учебных заведениях ну вот это интересное видео надо продолжение чтобы еще они поскорее выпустили интересно вот это действительно одно из таких видео которые ну за последние полгода наверное одно из лучших все очень хорошо сам канал эпоха недоверия отличный канал может не совсем согласен но излагает доходчиво мне понравилось особенно к тому что ну продолжение надо продолжение чтобы понять к чему он ведет и как он именно эфирную теорию излагает потому что по сути до эфир может быть как сверх для нас прозрачный так и наоборот просто эфир это плотность энергия чистота энергии и чем плотнее тем мы для него через него проходим чем наоборот тут только вопрос наоборот при большей скорости наверное все таки более прозрачного для нас тогда и больше размера волны и соответственно оно выходит за наш купол за наше восприятие и так далее и будет ли он напоминать что если все таки Эйнштейн прав в чем то хотя бы что мы не можем превысить скорость света потому что мы перейдем в следующую просто реальность более плотную например или менее плотную но в общем в другую а мы тут как бы ограничены по длине волны на своей чистоте так сказать несущие сидим ну куча новостей еще была но так как тут действительно нормально поговорили то ладно спасибо за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайки один лайк это хотя бы плюс 10 просмотров а ну и шорцы шорцы смотрите вот реальная еда из насекомых с выставки в России поэтому о том что глобалисты не толкают повесточку в России это говорить глупо а не наоборот в России самые передовые технологии в этом плане и цифровые рубли ведут и интернет по паспортам и насекомых тут же вот яйца дорожают насекомым будете жрать вместо яиц поэтому все что важно буду добавлять шорцы ну и опять же вот доказательства того что армия РФ мародеры они не могли бы мародерить без разрешения командования потому что все что они украли оно тяжелое его можно только на технике вывозить соответственно бензин никто не даст просто так куда-то ездить командиры значит командиры в доле и все это разрешают поэтому кто бы что ни говорил ну вот армия РФ мародеры помимо того что убийцы ну вот на такой позитивной ноте я завершаю спасибо за внимание у меня Продолжение следует...